МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска информационной программы Объектив – сеть магазинов Норд. Компания Норд представляет. Норд в центре. Норд в торговом центре Парус. Они пришли в самый центр города. Они здесь, чтобы сделать нашу жизнь удобнее. Они команда. Команда профессионалов, каждый из которых знает свое дело. Каждый день они помогают сотням людей сделать правильный выбор. Они встретят вас, как самых близких друзей. И предложат вам самое лучшее. Чтобы вы пришли сюда снова. И вы придете в Норд в торговом центре Парус. Потому что вам нравится удобная парковка в самом центре города. Вам приятно вежливое обслуживание. Вас покоряет достойный выбор. Вас удивляют низкие цены. Вам удобно делать покупки с помощью различных кредитных программ. Здесь все создано для того, чтобы вам было хорошо. Такой Норд. Только в торговом центре Парус. 30 лет в ЛКСМ. 12. Сегодня в выпуске. К нам едет МРТ. Новое оборудование появится в областной больнице номер 4. Откройте полиция. Эти семьи не обходят стороной участковые и местные власти. Утреннее ДТП. Столкнулось пять машин. В Ишимской больнице появится новое оборудование, которое раньше было только в Тюмени. До конца года рядом с главным корпусом выстроят специальное помещение, в котором разместится магнитно-резонансная томография, сокращенно МРТ. Об этом и других делах Ишимского здравоохранения рассказал главврач областной больницы номер 4 Александр Гартунг, принимая у себя с рабочим визитом главу города Федора Шишкина и представителем местной прессы. Сейчас с полным ходом идет ремонт кардиологического отделения. При поддержке города удалось заменить в здании все старые коммуникации. Больница очень значимая. И, конечно, сегодня сюда много надо вкладывать. И в то же время сегодня и по оборудованию, и по аппаратуре есть проблемы. И само здание уже эксплуатируется более 40 лет. Тоже требует дополнительных капитальных вложений и прочее. Вот в этом направлении я считаю, что у нас, в принципе, есть взаимопонимание. И я думаю, что мы в таком понимании будем двигаться только вперед. Приобретение аппарата МРТ – событие, безусловно, важное и столь же хлопотное. Для функционирования этой техники нужно поставить не только отдельное помещение, но и новую электроподстанцию, потому что существующей мощности не хватит. МРТ с помощью сильного магнитного поля и радиоволн показывает, как выглядит тело человека изнутри. При этом получаются подробные снимки высокого разрешения, которые помогают врачу в диагностике. Спектр исследований очень широкий. Это головной мозг, это внутренние органы, это сердце, это сосуды. Ну вот, как бы, очень широко используется при диагностике различных тромбов, тромбоэмболий, раструлойка крупных сосудов. То, чего мы не можем увидеть на другом медицинском оборудовании. Даже транспортировка МРТ требует особого температурного режима, обязательно плюсовых температур. Предполагается, что первые исследования на Ишимском томографе будут проводиться уже в конце 2012 года. Ишимские шкалеры отметили День защиты детей небольшим концертом «Визитка лагерей дневного пребывания». Тематика данного мероприятия обоснована тем, что с начала этого месяца в городе начинают свою работу детские пришкольные лагеря отдыха. Каждый год мы 1 июня проводим, как бы, праздник такой детский. И все лагеря показывают свои визитки. Это конкурс. Сегодня участвуют у нас 10 лагерей с дневным пребыванием. Я думаю, что праздник сегодня удастся. И как же иначе? Уж кто-кто, а дети создавать праздничное настроение умеют. Всего же в городе будет работать 12 пришкольных лагерей. При этом общеобразовательные лицеи начнут свою работу только в августе, а лагерь церковно-приходской школы имеет свою программу по воспитательной работе. За все лето пришкольные детские лагеря отдыха посетят более 3000 ребятишек. И разумеется, чем больше детей, тем более важна забота о их достойном здоровом отдыхе. Я хочу, чтобы старт у вас был жизнерадостным, веселым. Чтобы впечатления от лета были самыми яркими и приятными. Чтобы вы набрали здоровья, сил на следующий учебный год. Общественников Ишима интересует широкий круг вопросов. От количества цветников в городе до строительства нового путепровода. Получить ответы и обсудить насущные проблемы города члены общественного совета могли вчера на встрече с главой города Федором Шишкиным. Перспективы обнадеживают. 310 миллионов рублей запланировано на дорожное строительство в Ишиме. Включая работы по фрезерованию, щебенению и асфальтированию. Продолжатся работы по водоотведению в Ворошиловке ремонт центрального канализационного коллектора. Не забыта и тема газоснабжения. В городском бюджете заложено 12 миллионов, 293 тысячи. Учитывая, что моя поездка была 4 мая к губернатору. И еще дополнительно на газоснабжение у него подписало еще 20 миллионов. Вот эти 12 плюс 20, получается 32 миллиона. Это нам, если мы все нормально в этом году отводим. Это нам, я бы пределил, 96-98 процентов будет газоснабжения выполнено в городе Ишиме. Глобальный проект «Строительство нового путепровода» будет рассмотрен в ходе рабочей поездки в Ишим губернатора Тюменской области Владимира Якушева на следующей неделе. Порадовала собравшихся и новость о грядущем преображении улицы Ленина и Соборной площади. Хорошими темпами в городе идет реконструкция двух детских садов номер 1 и номер 10. В этом сезоне запланирован ремонт 30 многоквартирных домов и средства на его осуществление уже поступили. Общественники бурно обсуждали все темы, звучали и пожелания, и критика. Но свой кредит доверия общественный совет новому главе города выдал. Человек, который, простите меня, я скажу вам сейчас в лицо, который занял сегодня пост руководителя города, он города звучит, как свои припадцы. Это знает, это знает, это знает, это знает, и это знает. И почему сегодня к нему обращаются? Потому что он все знает. Так подберите себе команду. Откройте профилактический рейд. На эти слова люди по ту сторону двери реагируют по-разному. Некоторые открывают сразу, другие предпочитают скрыться от объектива телекамеры. И что, обязательно надо снимать, что ли? Я вот не буду идти на видео никакие. Ишимские полицейские провели в районе единый день профилактики преступности. В Гагарина, например, устроили рейд по неблагополучным семьям. Контингент разный, употребляющий и злоупотребляющий. А цель одна – проверить, как живется детям. В такой семье побывала и наша съемочная группа. На первый взгляд, маленькая банька в углу двора оказалась домом. Здесь живет семья из четырех человек. Мама и папа пьющие. Но, как говорят в комиссии, искренне пытаются распрощаться с вредной привычкой. Со спиртным завязал, потому что здоровье не позволят. Давно завязали? Да где-то с полгода. Двое детей, трех и шести лет, в сад не ходят. Но, со слов социального работника, чистые, сытые, одетые, обутые. Семья сажает огород, работает где придется, тем и живут. Скатиться в пропасть не дают постоянной проверки. Если постоянно держать семью на контроле, то, как бы, все равно положительный результат есть. Очень важно межведомственное взаимодействие. Все структуры, все структуры, вот и выше пяти перечисленные, плюс еще школа у нас, социальный педагог, мальчик Ольга Николаевна, они нас сразу информируют. В этот день в районе прошли встречи и выступления в учебных заведениях и трудовых коллективах, заседания советов профилактики, профилактических комиссий в учреждениях и организациях, рейды и специальные операции по охране общественного порядка, сохранности имущества граждан, предупреждению правонарушений со стороны лиц, состоящих на профилактических учетах. Вечер также не обещал быть томным. Вечером у нас мероприятия, я как уже сказала, рейдовые, участковыми задействованы, инспектора по делам несовершеннолетних главы, специалисты сельских поселений. По выявлению несовершеннолетних в ночное время, по статье 2.5 Кодекса Тюменской области и в состоянии алкогольного опьянения. Пока одни губят свое здоровье, другие, как ученик Гагаринской школы Дмитрий, ведут здоровый образ жизни и негативно относятся к наличию вредных привычек. Ну, не нравится, что люди, окружающие курят, пьют. Особо не нравится, что школьники пьют. Всего 30 мая сотрудники Ишимской полиции выявили 149 административных правонарушений. Утром 1 июня на перекрестке улиц Карла Маркса и Артиллерийская водитель 99-й, видимо, очень спешил и попытался пересечь один из самых оживленных перекрестков города на красный сигнал светофора. Первым под удар 99-й попал Форд Фокус. Затем не смог разменуться с лихачем водитель грузовой Газели. Форд же после удара был встречен автомобилем Шевроле Круз и остановиться смог только с помощью маршрутной Газели номер 11. Вот такой вот бильярд на дороге. Результат излишней спешки водителя Жигулей 99-й модели – 5 битых авто. Радует лишь тот факт, что серьезных телесных повреждений никто из участников ДТП не получил. Красивое, модное и в интересном положении. В городе открылся специализированный магазин для беременных и кормящих женщин. Представлен ассортимент весьма широк. Здесь можно найти спортивную и домашнюю одежду, платья и сарафаны, брюки, джинсы, бандажи, купальники, специализированное белье, колготы и чулки и другую одежду для будущих мам. Кроме того, здесь предложат и сопутствующие товары. Теперь современная беременная женщина может выглядеть хорошо не только на людях, но и в домашних условиях, занимаясь спортом или посещая бассейн. И моей девушке пришла такая идея, что нужно открыть именно специализированный магазин, специализированный бутик для беременных, для кормящих мам, для тех, кто хочет хорошо одеваться как минимум. Почему? Потому что когда беременная девушка хочет, допустим, пойти на свадьбу, да ей нужно, она идет в магазин и не может найти себе платье. А вот у нас, допустим, есть просто нормальное обычное вечернее платье, которое можно купить и сходить на свидание, сходить на свадьбу, прогуляться. Вечернее платье в городе Шим такого, наверное, нет еще. Здесь есть возможность потрогать товар руками, оценить качество материала и пошива, определиться с цветом, примерить. В магазине Буду Мамы большой выбор до- и послеродового белья, в том числе бесшовного, и просто качественная и элегантная одежда для беременных и мамочек с младенцами. Специальная сумка Буду Мамы содержит все необходимое, что может потребоваться в роддоме. В дальнейшем в сумку поместится все, что нужно для вашего малыша в поездках и на прогулках. Магазин Буду Мамы находится по адресу улица Гагарина, 64, секция номер 108. Приобретая специализированную одежду, женщина с животиком будет чувствовать себя комфортно и выглядеть раскрепощенно, стильно и модно. В торговом центре Парус. Они пришли в самый центр города. Они здесь, чтобы сделать нашу жизнь удобнее. Они команда. Команда профессионалов, каждый из которых знает свое дело. Каждый день они помогают сотням людей сделать правильный выбор. Они встретят вас, как самых близких друзей и предложат вам самое лучшее. Чтобы вы пришли сюда снова. И вы придете в Норд в торговом центре Парус. Потому что вам нравится удобная парковка в самом центре города. Вам приятно вежливое обслуживание. Вас покоряет достойный выбор. Вас удивляют низкие цены. Вам удобно делать покупки с помощью различных кредитных программ. Здесь все создано для того, чтобы вам было хорошо. Такой Норд. Только в торговом центре Парус. 30 лет в ЛКСМ 12. О погоде в Ишиме на выходные. По-настоящему жаркими обещают быть первые дни июня в Ишиме. В субботу ночью плюс 17, днем плюс 30. Воскресная ночь будет еще теплее, плюс 21. Днем до 32 жары. Ветер восточный 2 метра в секунду ясно. Но уже на следующей неделе интернет-синоптики обещают дожди и грозы. Они живут среди нас. Ты можешь их видеть. Они поют для нас. Ты должен их слышать. ПНД Ишим. Только наши. Подземная тьма разгоняла тоску. Вечер воняет чем-то. Сегодня не усно. Пеликал телефон. Разрывал серый фон. Квадродолбив уже прикупил айфон. Замки на замок. Закрой свой рот. Не надо впаривать сейчас. Как прекрасен смог. Шепот из-под заборных хлопот. Ты не залечишь мне, что я попал в паутину. Дела нормально у меня. Че не вывожу? Со мной мой спаситель. Че? Я промолчил в стенах андеграунда. Волки хранят молчание. Чистое небо. Над головой твое признание. Уже все готово. Последние времена. Чистое сердце. Я верю, будет у тебя. Узаконенный закон. Твоя свобода. Не гони, что я струнил в сектанское болото. Теперь говоришь, что прикололо. Слушай мое слово. Это не страшное соло. Просто так надо. Мысль здравая я подниму. Над головой истинное знамя. Все привыкли слышать, как все в мире плохо. Не создавать себе проблем. Отойди в сторону. Не кричи, как тебя. Все это достало. Не читай между строк. Мотай в самое начало. Это лайфчек рекордс. Этот цвет, зеленый или красный, не имеет приоритета перед русским глазом. Ведь словно комета со скоростью света. Он несется к победе своей, будто ветер и светит в лицо встречным автомобилем. А на асфальте узор ей изображает с женами. Водитель профессионал знает долг в том, как оставить позади себя пару голов. Диски хром блестят от лучей солнца. Движок личной работы перебрал сам. Тонировка высшего разряда. Все как надо. До полного комплекта не хватает турбоснаряда. Но все же номера машин озвучивают рации ДПС. Но к нему не притраться им. На дорогах нету равных. Это факт. Но начинали они все ровно с нуля. Придел скорости. Быстрее ветра, только бас. Среди серых бас. Мотор с новостей. После светофора снова выжимаем газ. Придел скорости. Быстрее ветра, только бас. Приди серых бас. Мотор с новостей. После светофора снова выжимаем газ. Начал по стандарту, срезал витки на пружинах. Наклеил тонер, купил новую резину в багаж. Не закинул сап, чтоб качало дам последние сто рублей. Залил бензобакой вперед. Навстречу каплям дождя летящему снегу или солнца. За жарким лучам автомобиль готов ко всем стихиям на свете. Ведь сам летает по дороге, словно ветер иметит. На первые места пьедестал и славу. Водители завидуют этим самым. Мокасе, пая на превосходство тех, кто за рулем русской лады. И за дня в день, если в моем городе ты едешь по центральной, не проезжай мимо, друг, а подыграй нам. Вставай на старт от вокзала до газбанка. По Карла Маркса заезд, поддерживай ставку. Придел скорости. Быстрее ветра, только вас, среди серпас. Мотор с новостей. После светофора, снова выжимаем газ. Придел скорости. Быстрее ветра, только вас, среди серпас. Мотор с новостей. После светофора, снова выжимаем газ. Придел скорости. Мотор с новостей. Придел скорости. Мотор с новостей.